я дома собрала цветы помыла их залила и несу на работу что они не выгнала то скажет катуна ты с дома решила сюда все перетянуть я на работе анютка кушает рабочий день окончен анютка красивая привела себя в порядок обе ужинает для у тебя редиска я думала черешня сдалека ты держишь думали о черешня клубника по 300 или 200 108 не помню короче вчера смарашивала не помню принесла цветочки вы стояла тут вот так вот их ой как он орхидею обижает обижает орхидею обижает этот короче вот тут вы стояла свои цветочки вроде так показали на интересно живенько называется тут я черноброва симпатично с лишним весом и грустью в глазах по этому поводу а ты хомячишь и дротуешь да я решила не кушать только салатик поесть а ты так аппетитно жуешь мы сегодня чуть-чуть убирали я там разгребла чуть чуть цветы конечно делают свое дело тут разгребла стол разворачивала в одну сторону потом развернула все назад там сразу видно порядочек и вот тут мы разгребли и вот тут убрали чаи поставили сюда но тут придумаем еще интереснее будет симпатично и теперь тут стаканчики попил выбросил тоже надо держалку есть такие держалки для стаканов но светлит не охота бы потом придется все шпаклевать и шпаклевать тоже не охота в общем я жду мишу я уже вышла что умеешь и здесь такая красивая сирень просто так пахнет я же стою на другой стороне улицы она пахнет ароматная вот бледная такая ароматная просто такая классная красивая как целый ряд хочу куда-нибудь заехать на ломать сирене много что мужа и его не вижу даже не знаю с какой он стороны будет ехать он сегодня едет от друзей помогал дрова разгружать миша меня забрал и мы решили попить чайку на набережной сейчас заедем в магазин возьмем чайку и на набережную посидим завтра мне на работу в десяти миша тоже с утра будет работать а я так отдохнула сегодня потому что я заметила что я отдыхаю когда я без спешки без спешки работаю то есть когда беру большой промежуток между клиентами без спешки привожу себя в порядок как я встала кофе выпила там туда-сюда умылась бровки сделала ну подкрасила подщипала и так себя как-то увереннее чувствую и вот размеренная жизнь она как-то делает меня отдохнувшей а когда все бегом бегом то конечно мало даже если мы идем отдыхать но собираемся быстро быстро надо ехать быстро тормозок готовить то я не отдыхаю даже такие делишки такие делишки нас погода я вышла с работы с офиса что улица нас пищит что-то в машине я вышла а на улице такой теплый воздух просто сказка мы уже на набережной там такой красивая розовый закат или зарево зарево это когда рассвета такой горизонт красиво розоватый красиво и так умиротворенно вообще просто даже слов нет набережная конечно очень много людей потому что погода шикарная люди с детками гуляют на великах на роликах я чаек и у миши чаек у меня травяной потому что если я буду пить черный чай я не буду спать а если я не буду спать я буду кушать а если я буду кушать я буду поправляться а если буду поправляться мне будет болеть спина в общем у меня все взаимосвязано так у всех все взаимосвязано Просто не все это анализируют. Ладно, мы будем обалдеть. Блин, опять забыл. Мы с Мишей уже в магазине. Я пошла на хозяйственный отдел. И что вы думаете? По очень хорошей цене. А? Не знаю. И что вы думаете? По очень хорошей цене взяла перчаток. Перчатки так всегда нужны. Сейчас расходники. Я здесь себе, здесь Ане. Списалась с ней. Она говорит, мне тоже возьми. Перчатки. Сейчас вообще расходники для мастеров в услугах красоты. Ну, на дань. На дань послух. Я к вечеру плохо соображаю. В сфере предоставления услуг расходники сейчас очень дорогие. То есть, это перчатки, маски, антисептики, брызгалки. Все стало очень дорогое. Очень. Все. Все, скупились. Продуктов взяли. И домой. Ля, шлачь. Хрущи. Каких много. Ого, как их много. Они на свет летят в темноте. Видите, это все хрущи. Те жуки. У них такие лапки прям цепкой. Лапки-цеплялки. Прям цепляются. Угу. Их тут целый хрущепат. Миша уже пошел. Сейчас, кстати, в магазине такая ситуация была. Смешная довольно. Подходит ко мне девушка. Такая. Крепенькая. И говорит. Извините, пожалуйста, вам есть 18? Я говорю. Да. А что? Ну, пожалуйста, купите нам сигареты. В общем, они там стоят толпой на кассе. И им не дают. Ну, не продают. А второй вопрос. Я там ей говорю, извините, у меня дети есть. Я не очень за, чтобы курили. Это все для здоровья. Она, ну, пожалуйста, купите сигареты. А второй вопрос я ей задаю. Довольно-таки неуместный. А вам что, нету 18? Потому что она такая, ну, она крепче меня. Она, нету. А у нее так все везде при теле. При ней все, понимаете? А потом ей уже позвонили и сказали, что уже не надо. Что они там кого-то уже попросили. Я думаю, да, ситуация. Но приятно, когда тебя спрашивают. А вам есть 18? А сейчас же все в масках. И вот. Зачем я вам? Зачем вам эта информация нужна? Не знаю. Просто вот рассказываю, как бывает. Я даже, кстати, не знаю, как вот в такой ситуации быть. Идти покупать, не покупать. Но там нашли. Разбираю пакеты. Мы дома. Но это еще не те пакеты. Потому что это мы разбираем. Это друзья. Миша помогал, что я и говорила. Дрова разгружать. И там друзья надавали соленья варенья. Это, конечно, это сказка. Вообще. Просто куча каких-то компотов, аджик. Как, знаете, как от бабушки. Вот это сливы обалденные. И цветы. Огородные цветы. Нарцисса. Они такие разномастные. И такие ароматные. Ммм. Пахнут. Прям в банке вот так вот Ира и передала. Всем привет. Ты светишь камеру и ничего не видишь. Видно. Всем привет. Это я. Вам меня видно? Надеюсь, видно. На улице 15 минут 12. Ну, не только на улице, а и в квартире. Но у нас жизнь бьет ключом. Я надела фонарь и иду высаживать остильбу. Я ее нашла на балконе, когда убирала. Я вспомнила, что я ее не высадила. Сургинью я давно высадила, а ее не высадила. Я ухожу, потому что муж уже пошел. Мужик. Слушай, положи камеру, наверное, туда, на зеркало. Сейчас уже вечер. Дальнее у нормальных людей даже ночь. 10 минут первого. Начало первого ночи. И заканчиваю я свой день тоже умыванием. Наношу пенку. Пенка у меня вот такая. Беленда. И умываюсь. Ну, доброе утро. У меня утро субботы похоже на все остальные мои утро субботы. Потому что я хочу спать. А надо ехать на работу. Спать я хочу, потому что легла я вчера в 3 часа ночи. Потому что смотрела фильм. Но рекомендовать его пока что не буду. Потому что 2, 3, 4 влога назад я порекомендовала фильм. А потом мне было стыдно за свою рекомендацию. Потому что там в каждой серии, первые 5 серий, такие интимные сцены. А я не знала. Мне сын порекомендовал. А, там грузовичок. Что-то поработать надо. Не надо быть. Все, поехала на работу. С утра полезной информации 0. Еду чуть раньше. Приведу себя в порядок. Заварю себе кофейку. Соберу волосы. Тут темно. Утреннее солнце такое ласковое вообще. Хочется сидеть где-то на лампочке. Взять чашечку кофе. Я после работы зашла на рынок и купила еще цветов. А сейчас покажу густо красок. Такая красота. Такой плектрантус шикарный. И вербенник монетчатый. И бегония анпельная. Просто. Просто. И вот тут тоже у людей. Это степлицы. Просто шикарные вывесили. Шикарно. Ух ты, а это что такое? Шикарно. А где маленькие? Покажите. Короче, заберите у меня деньги кто-нибудь. Надо уходить. Надо уходить, потому что сейчас все деньги оставлю на цветах. Тут, конечно, буйство красок. Мимо не пройти. И чем... О, какая красивая петуния. Глянь, как звезды. Видишь с окантовочкой. Да, вижу. Вижу, да. Что ж они с нами делают, эти цветочники? Классные. Прям как кусочек торта отрезали. Это красиво. Да? Едем домой. Миша предлагал на набережную... Нет, в парк прогуляться. А я что-то не захотела. Говорю, не, поехали домой. Надо дела поделать. Может быть, вечером на набережную выйдем. Вот. Сейчас покажу вам облака. Такие облака на небе красивые? А, нет, я вам сейчас через очки покажу. Потому что я же на небо смотрю через очки. Смотрите, как красиво. Кучковые. Как вата прям. Так красиво на небо смотреть. Так без очков, конечно, больно. Но... Сразу вспоминаю уроки, наверное, природоведения. Да? Третий, четвертый класс. Когда мы учили, кучковые, перьевые. Потом там еще плоские. Еду домой делать дела.